Мне самой с собой не скучно. Наверное, это моя проблема. Ушел Фадеев и Штон. Не люблю дешевую, приторную попсу. Пожалуйста. Ура! Программа-беседка. В ней советы о пользе японской пищи. Российско-японский король Лир от Тадаши Сузуки. А также японская поэзия в исполнении актера Анатолия Белого. Все будет так, как ты захочешь. Может, это ирония такая? Давай поставим в мрожка полиции. Слышали? Не слышали? Да подумай, а. Мы сейчас далеко туда идем. Мама! Все, считай. В общем, на два часа программа как-то вырисовывается. Более или менее. Кухня. 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 В двери открытого проекта программа «Кухня». Я уверена, многие сейчас не поверят своим глазам. У нас действительно в гостях певица Линда с музыкантами группы «Конвой». Поговорить нам есть о чем. О многом. Но сразу после песни. Почти. Кухня. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Посмотри под ноги, там твои подвиги, там твои голоса, под тобой небеса. Может быть никогда не вернешься сюда, это так просто боль над твоей высотой. Субтитры создавал DimaTorzok Не смотри, я буду на тебя не смотреть. По твоей полосе жгут огни, но не те. По твоим по глазам больно бьет мне слеза. Подойди мне ко мне, говори, что тебе. Только сам мне внутри, просто стой и смотри. Так я буду солнце петь в небо петь. Я буду на тебя не смотреть. Я буду солнце петь в небо петь. Я буду на тебя не смотреть. Там твои под ноги, там твои промахи, там твои холода. По рукам провода, это там высоко. Для меня незакон. Для глазам небо петь в небо петь. Я буду солнце петь. Я буду на тебя не смотреть. Так что мне приятно, что вы все вместе по-прежнему. Еще раз здравствуйте. Самый известный баку-корист в Москве, насколько мне известно. Все, что я знаю про Дзусова. Пока. С Дзусовой больше не разговариваем, я так понимаю. Ладно, хорошо. У нас есть информационный повод. Я слышал такое слово сейчас говоря. Выходит альбом Линды. Когда он выходит? Ну, релиз альбом назначен на 1 октября. Будет большая презентация в поддержку этого альбома. Эксклюзивный, скажем, такой концерт, который состоится в ДК Горбунова 23 октября. 23 октября? Да. Для нас это огромное событие, поскольку очень большая глобальная работа была проделана. И вот наконец-таки мы сделали то, что было невозможно сделать. Как этот альбом будет называться? Атака. Атака? Да. Атака это по-японски означает, скажем, гармонию человека в разных состояниях. В веселом, в добром, в резком, в диком, в яростном, в печальном и так далее. Как правильно произносится атака? Атака. Я так понял, и глядясь сейчас по твоему костюму и по костюму музыкантов, все-таки сейчас японская тема пошла. Ну, не то, что японская, просто это то, что сейчас нам ближе всего, наверное, отвечает именно нашему внутреннему состоянию. То есть наша музыка – это та музыка, которую мы любим, да, и, в принципе, наш новый альбом – это мы сегодняшние. Так получилось, что режиссер первого клипа нашего «Цепи и кольца» были как раз-таки японцы, и они создали такой небольшой анимационный ролик, да, скажем, о нас, о нас вот здесь сидящих. Ты понравился в нарисованном виде? Да, понравился. Очень. Ты занимаешься еще по-прежнему айкидо? Кто сказал? Где вычитывала? Вычитывала. Есть такие специальные сайты? Ну, скажем, да, занимаюсь. Дорогие мальчики и девочки, ну и прочие жители Земли, мы находимся с вами на легендарной московской горбушке. Вообще, на самом деле, мне просто дико нужен утюг, вот, но сегодня мы приехали не ради этого, а ради автограф-сессии Линды. Сейчас передо мной стоит очень сложная задача, мне надо, значит, из толпы поклонников Линды выбрать лицо, желательно телегеничное, чтобы оно еще и разговаривало. Мы мечтали об этом альбоме, ждали его три года с момента выхода зрения, и вот сейчас очень рады. Песни новые, да, они отличаются от старых тем, что там все вывернуто просто, все на виду, то есть можно потрогать звуки даже. Линда, она еще даст прикурить этому миру. Ты не уморилась, скажи, от поклонников? Нет, это же, это люди, которых мы очень любим, ради которых все происходит. Автографы, ты обычно оставляешь просто роспись или пишешь какие-то пожелания, или все зависит от того, что просят? Да нет, я так как не задумываюсь, но обычно, конечно, пишешь какие-то теплые слова. К тебе подходит человек на улице, ты всегда готова там остановиться и дать ему автограф, или отказываешь иногда? Нет, конечно, когда подходит, я никогда не отказываюсь. Вот такая вот Линда гуманная и любит всех своих поклонников. Линда гуманная и любит всех своих поклонников. Линда гуманная и любит всех этих своих поклонников. В руках бег по облакам, По камешкам от сердца лёд, По краю сна ночной полёт. Там кричали птицы, так шептали души, Кто кому не снится, кто кому не нужен. Мы сламенное небо отражали лужи, Раскалённым снегом по губам не нужно. Там кричали птицы, так шептали души, Кто кого боится, кто кого не слушал. Сломанные лица отражали лужи, Это мне не снится, это мне не нужно. Я попробую брось, И взгляд тебя насквозь. Запутаны твои слова, Зовут они в капканы сна. Сбой, всегда с тобой, Стой, на путь все ноль, Над пропастью не мой ответ, Где я стою, тебя там нет. Так кричали птицы, так шептали души, Кто кому не снится, кто кому не нужен. Сломанные небо отражали лужи, Раскалённым снегом по губам не нужно. Так кричали птицы, так шептали души, Кто кого боится, кто кого не слушал. Сломанные лица отражали лужи, Это мне не снится, это мне не нужно. Так кричали птицы, так шептали души, Кто кому не снится, кто кому не нужен. Сломанные небо отражали лужи, Раскалённым снегом по губам не нужно. Так кричали птицы, так шептали души, Кто кого боится, кто кого не слушал. Сломанные лица отражали лужи, Это мне не снится, это мне не нужно. Хочется сообщить вам, что вы смотрите «Кухню», А в гостях у нас, кстати, впервые. Линда, что приятная. И ещё, мало того, снова программа. Вдвойне приятная. Согласен? Да. Я предлагаю постихоньку перейти к Блицу. Какой стихии ты можешь с себя сравнить? И почему? С водой. Потому что вода, она может принимать любые формы. Она может быть гладкой, может быть дикой, Может быть спокойной. Всё зависит от её внутреннего состояния. Да, и заполняется общающийся сосуд. Это я помню ещё по физике. А вот геометрическая фигура, я подсматриваю просто. Если геометрическая фигура, то ты кто? Круг. Круг? Круг? Потому что бесконечный? Не знаю, по какой причине, но мне это ближе всего. Потому что он не имеет острых углов. Он включает в себя, измыкает в себя очень много. А где тебе комфортнее всего? Среди близких людей. Вне зависимости от места? Вне зависимости от места. Самая мерзкая песня, которую тебе когда-либо приходилось слышать? Я не люблю дешёвую музыку. Конкретных вещей как-то я называть. Не хочу никого обижать. Не люблю дешёвую, притомную попсу, которую просто слушать невозможно. От которой портится настроение. От которой просто хочется забыть вообще о музыке и так далее. То есть, вот это угнетает. А по твоему ощущению, какой самый магический ритуал на Земле? Магический ритуал? Я думаю, рождение. Самое странное место, в котором тебе приходилось бывать? Ну, сильное впечатление на меня произвели гипетские пирамиды. Просто, безусловно, очень сильные, очень страшные. И то есть, какое-то воздействие действительно имеют. Ты одиночка по натуре? Или ты такая компания? Смотря как относиться к одиночеству. Ну, тебе нравится одиночество? Состояние одиночества? Ну, например, мне самой собой не скучно. Я не могу сказать, что не одиноко. Если я сама собой, то это не значит, что я одинока. Как бы так. А если тебе скучно с самим собой? Мне кажется, это уже ближе к пустоте какой-то. Это, наверное, действительно какое-то извращенное одиночество. Если ты получаешь, ну, скажем так, 15 секунд, я прямо засекаю, да? Дам тебе время. 15 секунд всеобщего внимания. Всеобщего мирового внимания. Что ты скажешь людям? Время пошло. Давайте прощать друг друга. Еще время. Еще можно что-то сказать. Да, это и фраза, наверное, достаточно. Она слишком много себя включает. Окей. Хороший вопрос, хороший ответ. Ребята засиделись. Дадим им поработать чуть-чуть? С удовольствием. Подзавалами в теплых сомнениях Рисовала твои откровения В иероглифах В строгих столбиках Целовала в ладони желания Цепи, цепи, цепи и кольца Цепи, цепи и кольца Целься, стрелять в мое солнце Добивай меня, чтобы не было больше Цепи, цепи и кольца Целься, стрелять в мое солнце Добивай меня, чтобы совсем не стало больше Умирала за темную воду Разъедала стальную свободу И закатами Время падало И ракушками слушала звезды И ловилась на лезвии остром Тишиной, войной Это не со мной Лед там, где три года была вода Лед там, где два сердца Сплетали Цепи, цепи и кольца Целься, стрелять в мое солнце Добивай меня, чтобы не было больше Цепи, цепи и кольца Целься, стрелять в мое солнце Добивай меня, чтобы не было больше Лед там, где три года была вода Целься, стрелять в мое солнце Целься, стрелять в мое солнце Добивай меня, чтобы не было больше Добивай меня, чтобы совсем не стало больше Был момент, когда проект под названием Линда Был гиперпопулярный Звучал на всех радиостанциях И многие это увязывали с именем Макс Фадеев Когда это закончилось? Какое, я не знаю, как это все сохранилось? Скажите мне, пожалуйста Да это не надо было сохраняться Но как бы было, и у нас ничего не поменялось Ушел Фадеев, и что, мы остались как бы Делаем дальше То есть, тогда было другое время Были другие возможности, скажем так Вот, а сейчас мы начинаем И нисколько не хуже Ну, ты с теплотой вспоминаешь Период с Фадеевым Или у тебя нет такого разделения До Фадеева, там, с Фадеевым, после Фадеева? Безусловно, нет Тот период, скажем, когда мы делали альбом Был прекрасный период Была хорошая музыка Мы очень искренне верили в это И искренне старались Произвести на свет У нас получилось очень здорово Мы идем дальше То, что вы сейчас слышите, дорогие зрители То, что вот мы сейчас, наблюдая в студии В ряду о том, что и, в общем-то, и без Максов Фадеев Все отлично Так что, надо делать какие-то выводы, наверное Давайте эту тему закроем Потому что я вижу, что она не очень приятна Нашим гостям И, в общем-то, нам, на самом деле Она тоже не очень интересна Просто, ну, знаете, такие правила игры существуют Ярка и долгая река Которая в огне Которая в огне Не подходи ко мне Огонь, ты не играй со мной Огонь и я Огонь и я С огнем мы играем вдвоем Огонь и я Огонь и я Огонь и я Играем вдвоем Но ты В эфире я и ты В четыре руки Мы стали так близки Огонь и я И спорим, кто кого Подборит и меня А может, я тебя Огонь и я Огонь и я С огнем мы играем вдвоем Огонь и я Огонь и я Играем вдвоем Огонь и я Пора Кружиться мне пора Решиться мне куда Туда или туда Любовь и жалость Все вперед Не шалость, где твоя Рука, а где моя Огонь и я Огонь и я За нем мы играем вдвоем Огонь и я Огонь и я Огонь и я Играем вдвоем Огонь и я Огонь и я За нем мы играем вдвоем Огонь и я Огонь и я Огонь и я Играем вдвоем Ну что, друзья, товарищи, если вы не спите, то вас ждет крайне неожиданное, крайне любопытное путешествие в студию к Линде Так, вот так вот красочно Неожиданно Снимай, пожалуйста, стены Сейчас поинтересуемся, мне кажется, это Линдиных рук дело А вот это я сначала думала, что это туалет, а нет Смотрите-ка, раз Вот и студия Одна часть, по крайней мере, студии Здесь записаны, наверное, барабаны и что-то еще Картины повсюду Огромное количество очень любопытных каких-то картинок Сейчас мы найдем Линду, а мы ее нашли, Линду И она нам расскажет, пройдет такую небольшую экскурсию по студии Обычно висит табличка «Не заходите, убью» Там работают наши аранжировщики, так скажем, называемые Ну, это я так шучу Там, на самом деле, наш сидит самый главный человек, Сашка Касьянов, который там рулит всякие интересные вещи Из которых потом что-то интересное получается Вот эти барабаны у нас заполнены всякими интересными штучками В общем, сейчас показать не можем, потому что все замки у нас лагеры, которого, к сожалению, сейчас нет Короче, вот там они сверху открываются, из них можно достать такой билетик счастья и почитать, что тебя ожидает сегодня При определенных случаях, при определенной музыке, при определенных заклинаниях сбывается ущерб Ну что, пойдем дальше посмотрим А говорят, что ты в студии проводишь чуть ли не 80% своего вообще времени свободного личного А ты знаешь, вот просто эта вот часть студии, вот там вот за глубоким коридором вторая часть, в которой тоже все всякие вещи Ну, давай, ладно, по той части, где мы пишемся Святая святых, студия музыканта Это вот, кстати, Мишка, наш главный человек, который рулит со звуком и, в общем, со всем интересным Вот здесь вот его чары происходят Вот, вот та комната, к сожалению, тоже закрыта, вот где написано «Не курить», там, в принципе, кровоопасная комната такая Там находится золотой пульт Золотой пульт? Поскольку, вот, мы находимся в подвале, а еще ниже есть подвал, где находится бассейн И иногда, после трудового дня, мы совершаем, там, небольшие, как бы, плавательные моменты Значит так, а здесь, собственно говоря, и записывается голос Ну, в общем-то, все, мы посмотрели К сожалению, какие-то комнатки были закрыты, и тайные комнатки Но я считаю, что есть личная жизнь, частная жизнь, куда, в общем-то, некоторых не пускают Вот эти вот все камеры, вот эти вот все Я тоже очень, как бы, рада нашему знакомству и вообще тому, что мы сделали Мне кажется, получилось интересно Вот, и вам всегда рада здесь Спасибо вам огромное В общем, не прощаюсь надолго Я, как обычно, боюсь, что у нас остается очень мало времени Также боюсь сейчас попросить тебя об одной вещи Можно сразу сказать, можно сразу же отказаться Я видел просто, у тебя очень красивый макияж на глазах А ты всю программу... Пожалуйста Ура! Ура! Я думал, будет сложнее это попросить у тебя Один из последних от меня, во всяком случае, вопросов Ты можешь примерно обрисовать, скажем так, собирательный образ человека, которому ты хотела бы петь? Не просто такой гипотетический слушатель, да? А вот, знаешь, как фотороботы делают А это вот... Не знаю, сложно описать, как он должен выглядеть Или как я его должна чувствовать Он должен просто понимать Вот когда налаживается такая нить между тобой и тем человеком, кто тебя слушает Это сливается в одно целое какое-то Получается гармония очень взаимопонимающая друг друга Вот это самое важное Что касается твоих музыкальных пристрастий Это по-прежнему Бьорг, Габриэл или что-то поменялось? Нет, поменяться в этом ракурсе вообще ничего не может Может просто что-то добавляться Очень люблю Фредди Меркви Очень люблю Мьюз Вот то, что последнее, да? Разные команды, вообще разная музыка Обожаю Нирвану А что касается нашей музыки Ты категорически отвергаешь? Или может быть есть все-таки какие-то имена, которые тебе симпатичные? Как бы такой священный трепет у меня перед группой кино И очень нравится Настя Полева То есть вот такие команды То есть как-то ты и так особо не заставляешь себя следить за тем, что происходит в мире музыки Так у нас что происходит, кроме фабрики звезд? Что не происходит в принципе? Знаешь, вроде бы банальный вопрос по поводу музыкальных пристрастий Мы давненько как бы такими вопросами не баловались Но для меня просто открытие, что Линда любит группу кино Мне почему-то казалось Ну не знаю, не знаю, почему-то как это так Это то, что трогает действительно Это то слово, которое будет всегда, наверное, в любые времена, оно будет актуально Спасибо вам большое Если дадите на десерт вкусную песню Будем только рады С удовольствием Здесь набеги Девушкин 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 Не подниму Беги А я катну В этом беге Я утону Беги Беги Что я перед стеной? Что я во мне одной? Что я в огне стою? Иди, иди, иди Не сгощи фонари Не куши моторы Брось патроны Я двоих корабли Все равно не тронут Не расти фонари Не куши моторы Брось патроны А двоих корабли Все равно утонут Ветер гонит круги Ветер мне помоги Мне не светят твои руки Иди, иди, иди Что я перед стеной? Что я во мне одной? Что я во мне одной? А двоих корабли Иди, иди, иди Мой голос тих В моих руках В море морей И стало тихо-тихо Иди, иди, иди Не сгощи фонари Не куши фонари Не куши фонари Не куши моторы Брось патроны А двоих корабли Все равно утонут Мой голос тих В моих руках В море морей И стало тихо-тихо Как перед пулей Не куши фонари Не куши моторы Брось патроны Я двоих корабли Все равно утонут Не куши фонари Не куши фонари Брось патроны А двоих корабли Все равно утонут Иди 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 Вы смотрели кухню В гостях у нас была Впервые Линда Надеюсь, впервые Но не в последний раз Еще увидимся Желаем тебе хорошего концерта Удачного концерта Потому что на самом деле Это очень ответственный шаг Если вы хотите с нами связаться Связывайтесь, ради бога Это просто сделать Достаточно зайти на наш форум На сайте Втвц.ру Или, например, написать нам На электронный адрес Opensobak.tvc.ru Да, или просто Сделайте предложение Соне Филатовой И отведите ее в ЗАГС Или Марьянова Валерия Она тоже с холостой ходит Я хотел бы сказать Помимо Линды Которая у нас, естественно Главная сегодня Большое спасибо Группе Конвой И Ольге Дзусовой Моей любимей Спасибо Открытый проект на этом Не заканчивается Вас еще ждет Масса интересного Поэтому мы, пожалуй, пойдем Спасибо большое Спасибо Все, с университетом Да что, злобу Что ты хочешь